Дорогие друзья, приветствую вас! На дворе у нас 9 августа 2022 год. И я приехал в Сосновые Боры пособирать грибочки. Не спал всю дорогу. Придется спать, наверное, в обед. Поэтому, может быть, я еще выгляжу такой полузамученный, полууставший. Но если будут шикарные находки, я очень-очень быстро проснусь. Капает дождик. Вообще, такая погода сегодня будет. Переменная облачность. И кратковременные дожди. В общем, самые красивые находки, а также сбор ягод, я обязательно вам продемонстрирую. Ну и по ходу фильма расскажу, где грибачу. Приятного вам просмотра! Грибник прямо кайфует, когда грибочки растут прямо у лесной дороги. И вот так начало. Только припарковался, а уже вылезает такой красавец. Да еще и один масленок и кучка лисичек. Ну и решил заснять именно его, борового подосиновичка. На фоне соснового бора. Шикарное начало! Вот это да! Нереальная сказка. И что я вижу? Я посмотрел все вокруг, но больше нету. И стоит он. Одинокий, молоденький подосиновичек. Вот в таком вот шикарном вереске. Смотрите, как вереск цветет. Но это просто нечто. Тишина и красота. Всегда, когда собираешь чернику руками, руки все вот такого цвета. Зато чистая ягода. Да в принципе и комбайном, кто собирает. У того тоже руки такого же цвета. Но я люблю руками собирать. Я прям удовольствие получаю. А от комбайна, от сбора комбайном нет. Сейчас вот эту всю шелуху уберу. И чистую ягодку положу. Великолепная природа. И вот после многочасовой сборки ягод. А именно черники. Вот такая красота у меня. Но я сейчас буду продолжать собирать. Хочется побольше собрать. Обобрал, конечно, знатно здесь. Что-то как-то темновато. Гром гремит вдалеке. И здесь место не очень удачное. Пойду-ка я в лес поглубже. Ну, в смысле, я и так глубоко. А там, где деревьев побольше. Лисички, конечно, вылезают. Ничего не скажешь. Вот что-что. А лисичек в лесу хватает действительно. И вот там дальше я вижу. Отсюда не видно. Возле дерева. В общем, лисичек много. И это радует. Черничными руками вытаскиваю сразу шестерню. Шесть грибочков с ростки. Чудесно. Смотрите, какие мощнявенькие. Эталон боровой лисички. И тут. Смотрите, какой тут сросток. А сколько здесь в одном. Давайте считать. Раз, два, три. Четыре. Пять, шесть. Семь. Восемь. Опять, что ли, девять? Как уже много раз. Нет. Девять и десять. Десяточек. Ох, хорошее, круглое число. Ну, конечно же, вот здесь еще сросток. Давайте посмотрим. Может быть, здесь еще больше? Здесь отдельно. Ну, давайте вот это смотреть. Раз, два, три. Четыре, пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Такое ощущение, что грибы сговорились. По десять грибочков. Но здесь сросток меньше. Ох, какие. В общем, все это мы забираем. Хорошее количество грибочков с одной полянки. Вот такими вот сростками. Представляете? В этом сказочном лесу очень много колпаков кольчатых. Но качество оставляет, желает лучшего. Даже молодые грибочки. Только вот в самом влажном месте еще можно собрать что-то хорошее. Потому что пластины у них темные. Как будто им влаги не хватает. Они какие-то все замученные от жары. Хотя здесь все влажно. Ну, что есть, то говорю. Вот эти вроде идеальные. Можно будет взять, пожарить. Так как я грибочки не солью. Попробуем просто пожарить. Говорят, очень вкусные. Дождик прекратился. Но все равно пасмурно. И очередной сросток у нас. Только сростками попадаются. Обалдеть. Смотрите, сколько. Плесень там грибница. Все там остается. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. О, девять. То десять, то девять. Вот это классно. Это просто нереально. Вот они лезут прямо на глазах. Вот видите, как такие прячутся. Вот, например, да. Вот здесь вот выглядывает. И так во всем бару. Если встречаете лисичку, то она именно вот так вот из мха. Вот единственный экземпляр, который вот прям полностью вышел наружу. Остальные, видите, вот тут что-то выпирает. Вот она. Вот. Все внизу. Все где-то там. Под мхом зеленым. Ну, смотрите. Так-то, конечно, собираю хорошо. Достаточное количество ее. Конечно, не так, как бывает, когда вообще подряд весь лес усыпан ею. Просто только успеваешь садиться. Но тоже очень-очень много. Собрать можно. Местами достаточно хорошо. Массово стоит. Но лишь местами. То есть не везде. Нет такого, что вот прям вот волна и лисичка там, не знаю, во всех лесах тут стоит. Нет, только в определенных местах. Но и этого достаточно, чтобы собрать там корзиночку другую. Ну, при желании, в зависимости от того, сколько вам надо. Пройдешь еще вот туда, вперед. И здесь увидишь. Вот она стоит. Смотрите, полянками. Вот, вот, вот. Ну, сейчас мы эти полянки сделаем, а потом все почищу и в корзиночку. Под поваленным деревом. Смотрите, сколько ее. Вот так вот стрижешь. Здесь отошел еще дальше. Вон там торчит. Здесь вылезает. В общем, и так далее. Все, уж не буду здесь срывать. Ничего уж показывать, как срываю. Вот она. Она так вот здесь и стоит. Потрясающе. Но дождь, конечно, не знаю, как я еще и голубички соберу. В такую дождливую погоду. Ягоду-то очень плохо собирать в дождь. Она вся течь будет. И руки будут все красные. Дорогие друзья. И вот на выходе из леса уже темнеет. Я завершаю свой грибной поход. Ну, вот такой вот результат. Черника. Здесь тоже черника. Ну, и, конечно же, грибочки. Вот такой вот микс. Такое вот грибное ассорти. И лисичка. Колпачки кольчатые. Пару подосиновичков. Пару сыроежечек. В принципе, я доволен. Дождь, конечно, не дал сделать урожай более интересным. Не позволил голубику собрать. И побольше грибов. Ну, довольствуюсь тем, что собрал. Считаю все равно очень хорошо. Надеюсь, вам было интересно. А если так оно и есть, подписывайтесь на мой грибной канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. И подписывайтесь на мой инстаграм. Ссылку на который я оставляю, как обычно, в первом закрепленном комментарии под видео. Туда я скидываю самые красивые свои грибные фотографии. Желаю вам, друзья, крепкого здоровья. Всех благ. Удачи во всем. Море позитива. Чтобы у вас было все хорошо. Скоро увидимся. Пока-пока. Друзья, чуть не забыл. Собирал грибы и ягоды в Новгородской области. Субтитры сделал DimaTorzok